Неделя спорта Лучшей меткостью, а также золотыми медалями расскажет Софья Чугунова. Но не стоит расстраиваться, юношеская группа была самой сильной на турнире, а ее финал самым ярким. За титул чемпиона боролись наисильнейшие игроки турнира, прошлогодние чемпионы мастер спорта Максим Кочкин из Павловской государственной академии спорта и туризма и мастер спорта международного класса Сергей Гориславец из Казанского государственного архитектурно-строительного университета. В каждой партии студент архитектурного был точнее своего оппонента. Максим Кочкин выиграл лишь одну партию. Интересно, что в финале прошлого года оба спортсмена также играли друг против друга, но в этот раз Кочкину не удалось защитить титул чемпиона. Одержав победу по партиям 3-1, Гориславец занял первое место. В женской группе по русскому бильярду фаворитом считалась Елена Креницына из ГГАСУ, которая является многократной победительницей данного турнира. Играю уже пятый год и выигрываю уже. Сейчас я в финале нахожусь. Четыре года подряд я выигрывала свои личные соревнования. Как он для меня проходит, достаточно легко, я бы сказала, потому что здесь конкуренция для меня не очень сильная. Я думаю, что мне удастся выиграть снова. В финале она встретилась со спортсменкой из КФУ Софьей Гетманской. Одержав три победы, ГГАСУ взял еще один кубок и занял первое место в турнирной таблице. Софья Чугунова, Анастасия Павлова. Неделя спорта. Теперь о волейболе. Четверг, 6 декабря. Женская сборная Казанского федерального университета принимала на своем паркете сборную КХТИ в рамках очередного тура студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан. Подробности в репортаже Анжелика Садыковой. 6 декабря в спортивном комплексе «Уник» состоялся очередной матч студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан среди женских команд. На сей раз соперником КФУ стал Казанский национальный исследовательский технологический университет. По жеребьевке КХТИ совершает первую подачу и открывает счет. В начале первого сета лидерами оказались гости. КФУ проявили неосторожность при подаче, отправив трижды мяч в аут. Тем самым позволив соперникам выбраться вперед. В середине первой партии спортсменки КХТИ начали уставать, ведь в отличие от федерального у них не было замены. Упадок сил противника позволил КФУ сравнить счет и выйти вперед. Партия завершается со счетом 25-19 против КФУ. В протяжении второй партии счет был практически равным, и только под конец команда КФУ смогла проявить свой характер, вырваться вперед на 4 очка и вновь одержать победу со счетом 21-25. В третьей партии с самого начала КФУ лидирует и наносит мощный удар в незащищенную зону противника. Несмотря на то, что девушки КФУ уже вели счет 2-0, команда КХТИ не собиралась сдаваться. К середине партии технический институт почти догнал своих соперников, но были баллисты КФУ были сильнее в технике подачи и защите. Так третья партия завершилась со счетом 25-16. Соперникам мы уже не первый год играем, и обычно мы выигрывали их с легкостью, играл запас наш, как говорится. Но в этом году мы заметили, что они прибавили, начали доставать мячи, и понравилась наша игра, потому что играли на расслабоне, так скажем. Но в конечном счете мы их добили, выиграли, и слава богу. Сборная КФУ одерживает очередную победу в чемпионате нового сезона 3-0. Спортсменки федерального не первый раз показывают высокий результат и красивый образ. Анжелика Садыкова, Амаль Тимиров, Неделя спорта. Теперь о хоккее. Сборная студентов склестнулась со сборной ветеранов Акбарса в матче за Кубок Открытия Единой Хоккейной Лиги. Все это происходило в ледовом комплексе «Зеланд», куда и отправилась Екатерина Гусева, чтобы сейчас подробно нам обо всем рассказать. 4 декабря в ледовом комплексе «Зеланд» прошло открытие Единой Хоккейной Лиги. Первый игровой день состоялся розыгрыш Кубка Открытия за право стать обладателем которого роль с командой студенческой хоккейной лиги и ветераном хоккейного клуба «Акбарс». Церемония открытия Кубка началась с лазерного шоу, а также с появлением российского хоккеиста Даниса Зарипова, чемпиона мира и пятикратного обладателя Кубка Гагарина, который произвел стартовое выбрасывание. Сборная студентов с самого начала завладела инициативой, и в ворота ветерана влетела первая шайба, которую забросил Артем Перов. Казалось бы, что молодость возьмет верх над опытом, так как студенческая сборная вела себя достаточно активно. Ребята были намного быстрее своих соперников. Однако ветераны «Акбарса» не собирались сдаваться. Они позиционно атаковали, и Дмитрий Короткин забросил ответную шайбу. Так закончился первый период. Конечно, ветераны «Акбарса» сильные и опытные соперники. Но и в студенческой сборной много перспективных игроков. Во втором периоде студенты усиленно оборонялись, но это не позволило оставить их ворота нетронутыми. И счет составил 2-4 в пользу ветеранов. Линия атаки сборной ветеранов «Акбарса» стала часто входить в зону сборной студентов. Но иногда спортсмены студенческой сборной выходили один на один с вратарем, который успешно отражал опасные контратаки. В третьем периоде у хоккеистов сборной студенческой лиги было достаточно шансов вырваться вперед. Они часто атаковали в катаве зону, активно работали бортов. Однако, несмотря на все предпринятые попытки, так и не смогли не сравнять счет. И на последних минутах ребята пропустили шестую шайбу. Данная игра показала как сильные, так и слабые стороны противника. В итоге сборная ветеранов «Акбарса» победила спортсменов студенческой лиги со счетом 4-6. «Игра была довольно для зрителей интересной, я считаю. Ребята молодцы, студенты, они показали такой достойный хоккей, я считаю. У них не хватило в чем в основном? В реализации своих моментов. Моменты были, но реализовывать их еще надо. Завершается турнир бои по правилам Татнефть-арены. 7 декабря на ринге Ледовой арены встретились лучшие из лучших. Кто стал победителем турнира, расскажет Виктория Степина. Все любители бокса, муай-тай и кикбоксинга ждали этого полгода. Чемпионат мира по правилам ТНА. Финал. 7 декабря в Татнефть-арене представители России, Дании, Узбекистана, Сербии и Нидерландов боролись за чемпионский пояс и кубок Татнефти. Борьба началась с легкого дивизиона. А именно с боя Владислава Украинца, российского бойца и бойца из Дании Асуйка Юсефа. С первых секунд оба оппонента начинают атаковать друг друга. Благодаря преимуществу Асуйка в росте он не допускает к себе украинца. Используя неразрешенную приемом, датчанин проводит тейкдаун против российского бойца. Украинец пытается предотвратить попытки своего противника, но уже к концу первого раунда оказывается на насилие трижды. В перерыве к Владиславу подошел приглашенный гость Денис Лебедев и дал советы, воспользовавшись которыми во втором раунде украинец вбил в канаты Асуйка Юсефа. Третий раунд прошел примерно на равных, но в четвертом было видно, что Владислав устал, чем и воспользовался его противник. Как итог, заслуженный кубок Татнефти и чемпионский пояс отправляется в Данию. За звание чемпиона в среднем весе до 80 килограмм в схватке встретились Шерму Мазулов, Узбекистан и Люба Ялови, Сербия. Все три раунда прошли в напряжении. Ялови пытался вывести своего оппонента на эмоции, тем самым навязывая свой ритм боя. Но техника Шера оставалась безупречной. Бой переходит в четвертый раунд, где Шер методично накидывая удары, вырвал себе победу. По итогам встречи Мазулов защитил свой титул, завоеванный им еще в прошлом году. За чемпионский пояс и кубок Татнефти в тяжелом весе встретились Игорь Дармешкин, российский боец, и Фабио Костелло, спортсмен из Нидерландов. Первый раунд фаворитом был Игорь Дармешкин. Жесткий прессинг сказался на Фабио Костелло. Нидерландский боец получил два предупреждения за захваты, а они в боях по правилам ТНА запрещены. Судья приостановил бой и объяснил тренеру и бойцу, что следующее замечание может повлиять на исход боя не в лучшую сторону для Фабио. Во втором раунде замечания полетели в сторону Игоря, однако все обошлось. Второй и третий раунд были плотными. Хорошие хайкики со стороны Фабио, от Игоря по-прежнему жесткий прессинг. Ни нокдауна, ни нокаута за все три раунда зрителям увидеть не довелось. Благодаря этому четвертый раунд, который стал решающим, Фабио Костелло пробивал защиту Дармешкина, что и повлияло на итог. Чемпионский пояс и Кубок Ратнефти в тяжелом весе в этом году уезжает в Нидерланды. На этом одиннадцатый сезон боев по правилам ТНА завершился. Следующий начнется в феврале 2019 года. Виктория Степина, Амальтимиров, Неделя спорта. Итак, мы продолжаем программу Неделя спорта. И сейчас мы будем говорить о финале Кубка Казанского федерального университета по мини-футболу. И в студии у меня сейчас сидит главный судья этого мероприятия Максим Гаврилов. Максим, тебе большой привет. Привет. Ну что ж, турнир подошел к концу. Поздравляю тебя с этим турниром. Оценка. Спасибо за поздравление. Оценка турнира четыре с плюсом. Почему не пять? Замечательно все прошло, но всегда есть куда расти. Поэтому, я думаю, идеальный турнир у нас впереди. Но если смотреть, что это турнир первый в прямом эфире, который прошел, то, конечно, можно поставить пятерку. Но так как я оставляю пространство и для нас, и для вас, и для ребят, для повышения качества турнира, я ставлю четыре с плюсом. Хорошо. Перейдем непосредственно к финалу. Институт физики против юридического факультета. Счет 3-1. Физфакт становится четырехкратным обладателем трофея. Ну, что сказать. Финал выдался, наверное, пожалуй, лучшей игрой на турнире. Стал такой лаксусовой бумажкой. Зрители, трибуны, много болельщиков, плакаты, руководство и факультеты юридического института физики присутствовали на матче про ректор. И команды тоже показали красивый футбол, достойный футбол. Каждый играл свой футбол. Физики старались отсидеться грамотно в обороне и грамотно использовать свои возможности в атаке, что они, собственно, и сделали, забив три мяча. Причем достаточно грамотно. Можно вспомнить второй мяч, отбор на свои половины поля и прекрасный удар Айназа Харматулина. У юрфака же, не знаю, возможно, сказалось некое волнение, потому что удары все-таки были, их было достаточно много, но им не хватало точности. Если вспомнить предыдущие стадии турнира, у команды юридического факультета эти удары были гораздо точнее. И можно вспомнить блестящие дальние удары Ильдара Халиулина. Вот в финале у него удар не пошел, поэтому так, 3-1 физики выиграли и действительно показали себя сильнейший командный турнир. И выиграла самая достойная команда. Тебе большое спасибо за такой прекрасный турнир. Спасибо вам. Большое спасибо за интервью. Это было действительно круто. Я надеюсь, мы дальше продолжим так же сотрудничать. Взаимно надеемся. Друзья, у меня в студии был Максим Гаврилов, главный судья Кубка Казанского Федерального Университета по мини-футболу. Максим, тебе еще раз большое спасибо. Спасибо. Всего доброго. Сейчас небольшая информация и затем завершаем программу. Итак, друзья, важная информация. Начнем с первой. Голосования на лучшего спортсмена месяца у нас продолжаются. В группах появляются новые голосования за июнь, за июль, за сентябрь, октябрь. Так что переходите по ссылке, которую вы видите сейчас на экране. А также в описании для тех, кто смотрит нашу программу на Ютьюбе. И еще одна важная информация. 25 декабря в 16.15 подключайся к нашему прямому эфиру программы «Неделя спорта». Если ты желаешь прийти к нам на программу, то заходи в группу ВКонтакте, где можешь записаться к нам на программу, чтобы мы тебя пригласили к нам в шоурум. На этом все. 83-й выпуск программы подошел к концу. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова